Дисциплина введения в профессию и основы технологии продукции общественного питания. Раздел технологии кулинарной продукции из птицы, пернатой дичи и кролика. Механическая и гидромеханическая обработка и приготовление полуфабрикатов. Сырье птицы характеризуется несколькими видами. По термическому состоянию. Охлажденное, замороженное. По упитанности и качеству обработки. Тушки птиц всех видов, первая и вторая категория. Дичь, первый и второй сорт. Кролик, первая и вторая категория, с удаленными внутренними органами, кроме почек и околопочечного жира. По способу обработки тушки птицы, полупотрошенными, тушки с удаленным кишечником и потрошенными, без внутренних органов, без вложенных или с вложенными потрохами. Пернатая дичь. Боровая, степная, водоплавающая, болотная. Сельскохозяйственную птицу подразделяют по виду, возрасту, упитанности, способу и качеству технологической обработки, а также термическому состоянию. Особенности морфологического строения птицы. Мускульная ткань птицы более плотная, мелковолокнистая, меньше прослоена соединительной тканью, которая более рыхлая, нежная и лобильная под действием тепловой обработки, чем у мясоубойных животных. Мускулатура белого мяса отличается от мускулатуры красного более высоким содержанием миофибрил. Строение мышечной ткани, сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи в основном тоже, что и у мясоубойных животных. Мышечная ткань состоит из мышечных волокон цилиндрической формы. Поверхность волокна покрыта оболочкой сарколемой. Мышечные волокна разделены прослойкой рыхлой соединительной ткани. Первичные мышечные пучки объединены во вторичные, третичные, покрыты соединительной тканной оболочкой, перемизием и образуют мускул. Оболочка мускула из плотной соединительной ткани, эпимизия, называется фасцией. Рыхлая соединительная ткань прослаивает все органы и ткани, но имеет более простое строение, чем у мясоубойных животных, и состоит из коллагеновых и незначительного количества эластиновых волокон. Соотношение этих волокон обуславливает свойства соединительной ткани. Технологическая схема разделки птицы. Тушку размораживают и укладывают спинкой вверх. У основания шеи надрезают трахею и пищевод. От анального отверстия вырезают хребтовую кость с частью либерных костей вместе с шеей и головой, разрубая грудную кость. Через образовавшийся разрез вынимают субпродукты, отрезают ноги и крылья. Выделяют окорочка и филе и упаковывают в пленку. Из оставшейся части приготавливают полуфабрикаты. Классификация полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика, выпускаемых предприятиями общественного питания. По виду перерабатываемого сырья. Птица, дичь, кролик. По способу производства на предприятиях общественного питания с полным технологическим циклом. Централизованный способ производства. Индустриальный способ производства при отраслях пищевой промышленности. По технологической ценности сырья. Порционные натуральные. Порционные панированные фаршированные и не фаршированные. Мелкокусковые. Рубленные из котлетной и кнельной массы. А также массы типа суфле. Ассортимент полуфабрикатов из мяса. Птицы, дичи и кролика. Из мяса кур. Тушка куриная, подготовленная кулинарной обработке. Филе куриное с косточкой. Филе куриное, окорочок куриный. Набор для бульона. Набор для студня. Набор для рагу. Набор суповой курины. Котлеты особые из кур. Из мяса цыплят. Цыплята любительские. Цыплята табака. Набор для студня. Набор для рагу. Набор суповой. Из мяса уток. тушка подготовленная к кулинарной обработке, окорочок утиный, грудинка, набор для бульона, набор для студня, набор для рагу, полуфабрикат для шеек фаршированных. Из мяса индейок тушка подготовленная к кулинарной обработке, филе, бедро, голень, набор для рагу индюшины, набор для бульона. Набор для студня. Набор суповой. Полуфабрикат для шеек фаршированный. Индюшины. Котлеты особые. Из дичи. Котлеты натуральные из филе. Котлеты из филе панированные. Набор для рагу. Котлеты и беточки рубленые. Из кролика. Тушка подготовленная кулинарной обработке. Котлеты натуральные. Котлеты фаршированные. Котлеты рубленые. Мелкокусковые полуфабрикаты для жарки и тушения. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов. Полуфабрикаты для студня. Первый вариант. Желудки 17%, сердца 3%, головы 40%, ноги 20%, крыльные кости 10%, хребтовая кость 10%. Второй вариант. Головы 15%, ноги 20%, крыльные кости 25%, хребтовая кость 40%. Полуфабрикат для рагу. Желудки 42%, сердца 8%, шеи и крылья 50%. Полуфабрикат для супового набора. Головы 60%, ноги 40%. Сроки хранения полуфабрикатов. Наборы для студня, для рагу, суповой. Субпродукты охлажденные. Хранятся на предприятии изготовители не более 6 часов. Котлеты особые, в том числе на предприятии изготовители, хранятся не более 4 часов. Субпродукты замороженные, в том числе на предприятии изготовители не более 12 часов. Птица охлажденная, тушка подготовленная кулинарной обработки, филе, грудинка, окорочок. Полуфабрикат для шеек фаршированных, в том числе на предприятии изготовители не более 12 часов. Паста для бульона при температуре от минус 1 до минус 3 градусов, в том числе на предприятии изготовители не более 12 часов. Птица и дичь замороженные, в том числе на предприятии изготовители не более 24 часов.